Друзья, всем привет! Ну что, готовы к видео, от которого у вас опять же снесет крышу? Добро пожаловать в мотивационно-новостную рубрику, где я показываю, какое будущее нас ждет. Сегодня я вам покажу, как вам с нуля стать долларовым миллионером, как вам заработать сотни тысяч долларов. Покажу, как люди это делают, как люди становятся миллионерами с нуля. Покажу, как я зарабатываю десятки тысяч долларов на этом тренде. В общем, обязательно досмотрите это видео до конца и сразу же приступаем. Полетели. Первая новость. Студент из Индонезии создал NFT-коллекцию из своих селфи и заработал миллион долларов. Давайте посмотрим, как он это сделал. Смотрите, студент делал селфи с 17 по 21 год для школьного видео. Он решил выставить эти селфи на NFT-площадке OpenSea. В общем, создал NFT, загрузил на платформу. Вы тоже это можете сделать. Стоимость одной фотографии сначала оравнялась 3 долларов. Да, но как выросла цена? Смотрите. Один известный шеф-повар, вот видите, он даже верифицирован в твиттере, рассказал об этой коллекции вот в своем твиттере. И все, и цена взлетела. По состоянию на 14 января 2022 года объем торгов составил 314 эфира или более 1 миллиона долларов. На вторичных продажах студент заработал 103 тысячи долларов. Вот так вот, ребята. Вот этот паренек. Ребята, вперед, вперед. Возможностей сейчас полно. Кстати, читал комментарии под этой рубрикой. Ребята говорят, ты обсуждаешь не свежие новости, ты обсуждаешь не актуальные новости. Ребята, какая разница? Сколько этой новости там? Один день, неделя, месяц. Я вам показываю будущее. Я показываю возможности. Многие до сих пор не знают, что так можно. Многие до сих пор видят только примитивные способы заработка. Это идти грузчиком, это ехать за границу, там на стройку. Ребята, вот будущее. Здесь сотни тысяч долларов, здесь миллионы долларов. Вот ваш шанс стать миллионером. Сейчас NFT-тренд просто-просто разрывает. Успеете, успеете попасть в этот тренд. Идем дальше. Смотрите. Звезды сюда тоже присоединяются. Рэпер Eminem купил NFT-обезьяну за 33 миллиона рублей. Вот. Вот эту обезьяну. Купил рэпер Eminem. Поставил уже на аватарку в твиттере. Купил он ее за 450 тысяч долларов. Полмиллиона долларов вот он отдал за эту обезьяну. Смотрите, она в такой же кепочке, как он. Хотите офигеть о цене на эти обезьяны? Зовите сюда своих родителей. Покажите им, сколько стоят. Сколько стоят вот эти вот картиночки. Смотрите. Вот на площадке OpenSea. Вот эти обезьяны. Смотрите, какая цена. Это в эфирах. Я даже не могу сказать, сколько это в долларах. Давайте посмотрим. Сколько это в долларах? Сколько это, блин, в долларах? Так, давайте. Раз, два. Девять нулей это миллиард. И у нас 316 миллионов миллиардов. Стоит вот эта вот картинка. Ну, давайте перейдем к более адекватным ценам. Так. Ну вот, адекватная цена. Адекватная. 281 миллион долларов. 281 миллион долларов за вот эту вот японскую обезьяну. Давайте посмотрим самую низкую цену. Так. 278 тысяч долларов. Да, 278 тысяч долларов. Вот, минимальная цена. Минимальная цена на NFT из этой коллекции. 278 тысяч долларов. Вот какой сейчас мир. Мир просто сошел с ума. Я сам просто не могу еще это осознать. Я сам просто в шоке от этого всего. Вот еще, смотрите. Покупают камни за 1,3 миллиона долларов. Смотрите, как здесь написано. Кто-то заплатил 1,3 миллиона долларов за изображение камня. Кто-то заплатил 1,3 миллиона долларов за изображение камня. Вот. За этот камушек отвалили 1,3 миллиона долларов. Вот цены на камни. 300 эфиров. 345 эфиров. 777 эфиров. Вот цены на камушки. На изображение камня. Представляете? Вот вам тренд, ребята. Смотрите, торговля NFT за год выросла в 400 раз. А где тенд? Там что? Там огромные деньги. Вот объемы. Сюда вливаются деньги. Если сюда вливаются огромные деньги, это отличная возможность заработать. Вот, смотрите. В июле еще так себе. И вот с августа пошла жара, пошла жара. Вот вливание. Вот, смотрите. 2 миллиарда. 3 миллиарда. 3 миллиарда. 3 миллиарда долларов. 2 миллиарда. Вот. 2 миллиарда сейчас. Вот вам тренд. Вот смотрите, один из крупнейших акционерных домов выручил от продаж NFT токенов 100 миллионов долларов. 78% участников этих торгов впервые воспользовались площадкой. Более чем половине участников не исполнилось 40 лет. Вот куда идет молодежь. Ну как молодежь? Люди нового поколения, я бы сказал. Люди нового поколения. Старичков типа Уоррена Баффета вы здесь не увидите. В общем, ребята, тренд идет. Поторопитесь, скоро здесь будет полно людей. Смотрите, вот в Google трендах вбил NFT по всему миру за 12 месяцев. Сотка, а была единица. Давайте Россию посмотрим. Не важно какую страну, все будет на пике, я думаю. Видите, все на пике. Россия, Украина. Смотрите, все на пике. Потратьте месяц, посидите, разберитесь в этом. И будете много зарабатывать. Все зависит только от вас, от вашего времени. Не ленитесь, потратьте время. Сейчас такие возможности. Вам нужен только доступ к интернету. Многие люди в интернете занимаются полнейшей ерундой. Да вы же можете это время, да, монетизировать. Вот моя статистика пойдет. Смотрите. Когда все в плюсе, это тренд. Через пару месяцев ситуация может измениться. И будет много убыточных проектов. Сейчас смотрите, все в плюс. 29 проектов. Это все мои проекты. Это таблица из закрытого канала. Здесь я полностью расписываю все проекты. Люди могут посмотреть, в каких я проектах сколько заработал. Вот смотрите. Вот крутейший был проект. Я о нем говорил. Проект Каста. Вложил 400 долларов. Вот я о нем говорил в открытом канале. Вложил 400 долларов. Где он? Вот. И эти 400 долларов превратились в 10 тысяч долларов. Этот проект крут еще тем, что можно сразу забрать все свои деньги. Не во всех проектах вы можете забрать всю сумму. То есть вам будут эту сумму давать частями. То есть в первый месяц, во второй месяц. А здесь сразу же дали всю сумму. Все. Я вложил 400 и сразу могу забрать 10 тысяч долларов. Да, но я не забрал 10 тысяч долларов. Зачем? Я вложил 400, я забрал 6 тысяч. Я и так отбил свои вложения с лихвой. И оставил еще 4000 токенов на будущее. А вдруг этот проект будет мега крутым. И этот токен будет стоить, токен Каста будет стоить там 20 долларов. И мои 400 долларов превратятся в сотни тысяч долларов. Вот какое, блин, сейчас будущее. Какие акции? Какие нахрен акции? На акциях такого нет. Вот еще крутейший проект. Смотрите, доходность 6000%. Вложенные 7 центов превратились в 4,5 доллара. Вот этот проект, Salice. Жаль, что вложить получилось, видите, только 60 долларов. И они превратились в 4000 долларов. Это старый скрин. Вот эти 60 долларов превратились в 4000 долларов. Вы можете посмотреть, это открытый канал. Первая ссылка в описании. Здесь только результаты. Ребята, здесь нет никаких инструкций. Все инструкции, куда вложить деньги, на какой площадке вложить эти деньги. Все инструкции только в закрытом канале. Здесь я делюсь в открытом канале. Первая ссылка в описании. Только результаты. Все инструкции в закрытом канале. Вторая ссылка в описании. Ребята, во все эти проекты мы входим пачками. Пока тренд, мы во все заходим, потому что тренд, видите, все в плюс. Вот я писал, что всякие финансовые и технологические проекты, всякие игры, все выпускают свои токены. Все видят тренд и все сюда лезут. И все растет. Как я говорил, только пока хайп рисков нет. Рисков нет только пока идет хайп. Так во всех нишах. Ребята, я прошел через 4 ниши. Через 4 ниши и так везде. И на фондовом рынке так же. Пока хайп все растет так же, как и с IPO. Вот смотрите, статистика по IPO. Вот статистика по IPO. Вот видите, в закрытом канале я расписываю свой капитал, мои проекты, трейдинг. То есть здесь полностью вся статистика по моим вложениям. Но ее могут посмотреть только ребята из закрытого канала. Вот смотрите, статистика по IPO за 2020 год. Вот хайп. За 2020 год только 2 убыточных проекта. 2 убыточных проекта. А всего... Так, я зашел в 48 проектов. И только 2 убыточных. Вот где можно заработать огромные деньги и без рисков. Видите, вот прибыль. 110 тысяч долларов. 110 тысяч долларов и без рисков. И я стараюсь вот эти вот хайповые движухи не пропускать. Потому что здесь, ну, почти халявные деньги. Понимаете? Так, идем дальше по новостям. Куда движется мир? Смотрите, компания ProShares. Это которая выпускает вот эти все ETF. Смотрите. Известно тем, что запустила один из первых фьючерсных биткоин ETF. Подала в комиссию по ценным бумагам. Заявку на запуск нового ETF продукта. Ориентированного на метавселенные. Вот, крипта потихонечку начинает переплетаться с фондовым рынком. Смотрите. По поводу вообще всей этой движухи с метавселенными. Согласно исследованию, мировой рынок метавселенной еще в 2020 году оценивался в более чем 48 миллиардов долларов. В 2020 году. Специалисты считают, что к 28 году капитализация данной сферы достигнет 872 миллиарда. Это в 20 раз. Вот, вы можете как увеличить свои деньги в 20 раз. В 20 раз 48 миллиардов мы умножим на 20, да, 960. Смотрите. Вот, как вы можете примножить свои деньги. Ребята, это тренд. Будущее за метавселенными. Это как соцсети. Вот раньше были соцсети. Это те же самые соцсети, только они, можно сказать, в 3D, в виртуальном мире эти соцсети. То они были в 2D. Вы просто, да, в 2D смотрели на монитор и все. Это те же самые соцсети, только будут в 3D. В 4D, в 5D. В общем, соцсети виртуальной реальности, так сказать. И я думаю, что капитализация будет больше. Будет 2 триллиона. 2 триллиона, это 28-й год. Это сколько? Это 6 лет. Да блин, через 6 лет вообще такое произойдет. Так что, так что вот вам будущее. Так, я вспомнил за триллионы. Давайте я пересчитаю NFT-ху. А то я такого, да, нагородил. Смотрите, в триллионе до 12 нулей же у нас. 12 же, да? Ну, в миллиарде. 9 в триллионе 12. Раз, два, три, четыре. Вот, 316 тысяч триллионов. Вот, 316 тысяч триллионов. Стоит вот эта NFT-ха. 316 тысяч триллионов. Ну, что делать? Покупаю. Купить сейчас. Давайте. Присоединяем кошелек. Вот, MetaMask. И покупаем эту NFT-ху. Так, идем дальше. Смотрите, компания Ferrari тоже присоединяется к этому тренду. Они объявили, что вступают в партнерство вот с этой фирмой, которая выпустит для них NFT-коллекцию. Идем дальше. Samsung анонсировала поддержку NFT на новых моделях смарт-телевизоров 22 года. Samsung тоже сюда присоединяется. Идем дальше. Walmart. Супермаркеты. Блин, супермаркеты сюда присоединяются. Я не говорю о таких фирмах, как Gap. Ну, о брендах одежды. Вот, Nike. Правильно, кстати, Nike. Nike, правильно говорить. Вот, они тоже запустили свои NFT-коллекции. Но вот Walmart, супермаркеты уже запускают свои NFT-коллекции. Вот, ребята, куда движется этот мир? Вот, смотрите, и мэры подтягиваются в криптовалютное движение. Мэр Рио-де-Жанейро инвестирует 1% городской казны в биткоин. Вот, мэр Майами тоже хочет инвестировать часть казны в биткоин. Они вот общались, эти ребята. И новый мэр Нью-Йорка решил получать зарплату в биткоинах. Вот такие вот дела, ребята. В общем, ребята, на этом все. Буду прощаться. Больше информации на YouTube-канале Instarding Invest. Подписывайтесь на этот канал. Кто еще не подписан, вот, нажимайте кнопочку подписаться. Нажимайте на колокольчик. В общем, мы здесь стараемся делать информацию для новичков. Делать всякие инструкции. Вот, например, как пополнить Binance без комиссии. Как вывести деньги с Binance без комиссии. Ну, в общем, стараемся делать информацию прям для новичков, для новичков. Потому что очень много людей, которые вот подтягиваются в эту сферу, интересуются криптой, вообще не разбираются. Вообще в этом не разбираются. Кстати, по поводу статистики, 50% всех людей, которые инвестируют в крипту, начали инвестировать в крипту в прошлом году. 50% от всей массы начали инвестировать только в прошлом году. Ребята, мы стоим вот у истоков. Это все только-только начинается. Так что вперед, возможностей полно. В общем, ребята, ссылку на инвест-канал я оставлю в описании. Третья ссылка в описании. Мой закрытый канал по инвестициям. Вторая ссылка в описании. Если интересно инвестировать вместе с нами, добавляйтесь ко мне в закрытый канал. И открытый канал. Первая ссылка в описании. Там только мои результаты. Также вот ссылки на биржи я тоже оставлю в описании. Ссылка на биржу Binance с пожизненной скидкой на комиссию в 20% и бонусом 50 долларов за регистрацию. И ссылку на биржу Crypto.com тоже с бонусом в 50 долларов оставлю в описании. Также у нас есть поддержка. Ребята, если возникли вопросы, пишите. В поддержку и не ведитесь на мошенников. Как определить мошенников? Мошенники напишут вам первыми. Они будут вам писать. Мол, хочешь заработать? Скинь деньги. Ребята, я такое никогда не пишу. Не ведитесь. Это все развод. У меня одна оригинальная страница в инстаграме, в телеграме. В общем, все ссылки на оригинальные страницы я оставлю в описании. В общем, есть какой-то вопрос, напишите в поддержку. Лучше напишите в поддержку, в нашу официальную поддержку, вот Instarding Support и переспросите. Короче, на этом заканчиваю. Ребята, если вам понравилась данная рубрика, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на основной канал Instarding, если еще не подписаны. В общем, развивайтесь в этой сфере, и вы без денег не останетесь. Я вам гарантирую, если вы будете каждый день в этой сфере вариться, если подразберетесь в этой сфере, без денег вы не останетесь. Всем больших денег, удачи, всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok